Многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями одна из самых острых проблем для города. Проверка управляющих компаний в Серпахове уже началась. Ситуация находится под личным контролем главы Дмитрия Жарикова. Теперь коммунальщикам придется отчитаться за каждый рубль, потраченный не по назначению. Первое место в хит-параде должников среди управляющих компаний и ресурсоснабжающим организациям по праву занимает ремонтник. Коммунальщики только теплосети должны больше 130 миллионов рублей. Куда уходят деньги, мы пытались выяснить у руководства. Есть просто неплательщики за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за коммунальную услугу отопления вода. Интересно, как будут рассчитываться с долгами коммунальщики, если в феврале управляющие компании исключат из цепочки платежей? Закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов должен быть готов уже к первому числу. Такое поручение Минстроя, Минэнерго и Минэкономразвития дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Занарья ЖКХ, хотя и не попала в список аутсайдеров по задолженности, но жители работы коммунальщиков недовольны. Улица Красный Тексильщик, дом 19. 10 января здесь был пожар. Как следствие, обваленные потолки, вздутые полы и сырость. Семья Афанасьевых в своей квартире сейчас не живет. Дина уверяет, во всем виноваты коммунальщики. Именно они неправильно составили акт, и компенсацию за порчу имущества получить от страховой компании возможным не представляется. В доме нет света, проводка залита. Но сотрудники Занарья ЖКХ почему-то этот момент упустили из вида. Утверждают в их компетенцию, такие хлопоты якобы не входят. Насчет проводки мы написали им сейчас заявление, ни ответа нам нет. У нас тоже сроки в страховой компании, то есть нам надо чем быстрее отдать это такт, тем лучше. В ЖКХ Занарья, в общем, люди сидят некомпетентные, наверное, в этих вопросах. Мы разговаривать с ними уже не можем, потому что там ответа нет. ЖКХ Занарья, в принципе, не особо печалится о том, как мы тут, собственно говоря, живем. Даже уборку в подъездах производят, то есть я так понимаю, что они должны, допустим, мыть полы там раз в неделю, два раза в неделю. Полы у нас не моют, приходит уборщица, у нее баклажки пластиковые с водой, она брызгает подъезд и, собственно говоря, сметает то, чтобы просто не было пыли. Татьяна в доме номер 11 на красном текстильщике проживает 40 лет. Женщина возмущена. За коммунальные услуги платят регулярно. Но работу управляющей компанией не видит. Утверждает последний раз, ремонт в ее подъезде делали 10 лет тому назад. Крыша у нас в доме течет. Заявление мы два года назад подавали на ремонт крыши и на промазывание швов. Швы нам промазали весной, в прошлом году. Крыши, я так думаю, что ремонт мы так не дождались. Пятые этажи у нас все мокнут. В первую очередь от наплевательского отношения коммунальщиков страдают простые жители. Возникает вопрос, куда же уходят деньги, если коммунальщики не тратят их на содержание жилого фонда. Проблема с долгами перед ресурсоснабжающими организациями очень пагубно сказывается и на работе теплосети. То есть, если мы не получаем запланированный доход, который у нас включен в тарифном регулировании, то, соответственно, мы не можем своевременно рассчитаться за потраченные энергоресурсы, за газ, за электроэнергию. Соответственно, мы не можем своевременно выполнить качественные и в намеченном запланированном объеме ремонтные работы. В полном объеме не ремонтируются котельные, нет возможности починить сети. Эти проблемы накапливаются, как снежный ком. Безответственность и халатность коммунальщиков может обернуться серьезными последствиями, вплоть до отключения котельных города от газа, электричества и воды.